Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, со мной на связи. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, приветствую вас, и приветствую всех-всех, кто с нами сейчас. Геннадий Владимирович, на самом деле, очень много важных моментов происходит именно сейчас. Вновь перекрыт Крымский мост, Украина его атакует. Президент вчера фактически признал, что это Украина. Хотя, ну, это секрет Парри Шинеля в любом случае. Но в контексте вообще нового этапа происходящего, очень интересно смотрится визит министра обороны Китая. Причем и в Беларусь, и в Российскую Федерацию, и достаточно продолжительное количество времени он там пробудет. Как вы думаете, что это может означать ввиду вот этих разных судов-пересудов о том, что Китай поехал в Джиду, где не было России, мол, каким-то образом пытаются его оттащить от поддержки Москвы? Мы видим абсолютно обратный процесс? Ну, трудно сказать, какой процесс мы сейчас видим. Потому что это может быть, как бы, компенсация впечатления от Джиди. Ну, то есть, с одной стороны, Китай поехал в Джиду, и там вел себя вполне прилично конструктивно. С другой стороны, мы не знаем, какие договоренности достигнуты в Шойгу, в Северной Корее, а там тоже Китай. Полный рост стоит. И, может быть, для того, чтобы компенсировать какие-то проблемы с Джидой, вот взял и министр обороны поехал. Может, это визит парадный такой дежурный, а может, и не парадный дежурный. То есть, нужно будет смотреть по конкретным делам. Китай, конечно, ведет в этой ситуации свою собственную игру. И, конечно, он, в первую очередь, обеспокоен теми проблемами, которые у него есть. Я имею в виду, там, у него сложные отношения с Соединенных Штатами Америки, хотя сейчас там тоже идут консультации и встречи. Ну, вот, я там разговаривал с должностными лицами Соединенных Штатах Америки, но они не подтверждают, что в жизни были серьезные консультации американцев и китайцев по всем вопросам. По крайней мере, они об этом ничего не знают. Я имею в виду, там, в определенных кругах. Поэтому какие-то там сложности есть. Китай пытается разыграть. Мне кажется, что Китай пытается разыграть сразу все карты. Сразу все карты. А там какая карта? А там как сложно сказать? Геннадий Владимирович, на ваш взгляд, вот эти участившиеся, по крайней мере, среди аналитиков мнения о том, что Украину будут с тем, как наступит осень, активнее принуждать к переговорам. Как все-таки отзываются эти настроения в Кремле? Ну, в Кремле эйфория была. В связи с тем, что удалось сдержать украинское наступление. Ну, и то, чтобы эйфорией, но Путин был очень доволен, что продвижение украинских войск значительно сложнее, меньше и с большими потерями, чем они ожидали. А сейчас, может, эта эйфория и проходит, потому что проблема с Крымом серьезная. И только с Крымом. И на других участках фронта понятно, что там они сейчас пытаются перехватить инициативу отвлечения резервы украинцев на другие участки фронта. Похоже, что у них пока это не получается. Ну, то есть война приобрела такой вот характер острых тактических действий. Не стратегических, а тактических. Поэтому, мне кажется, сейчас там немножко эйфория. Это удовлетворение от ситуации немножко прошло. Но надежда на политические колебания, на политические, давайте скажем красиво, флуктуации на Западе, они есть. И мы понимаем, что помимо этих флуктуаций, которые происходят сами по себе, есть еще и усилия, которые принимает путинский режим. Ну, например, для экспорта коррупции, для подкупа, для контактов и так далее. Мы это видим в Болгарии, мы это видим в Сербии, мы это видим в Венгрии, мы это видим в различных, даже в той же Австрии. Так, я понимаю, что что-то есть. Поэтому там проблемы есть. И у Путина, по-прежнему, много еще резервов на подкуп всяких там политиков, должностных лиц и прочее, прочее, прочее. Ну, может быть, не так много, как раньше, но тем не менее. Поэтому сбрасывать со счетов усилия Путина, направленные на заморозку конфликта, нельзя. Надо, как бы так сказать, давать должный отпор этим планам и шагам. Что касается принуждения Украины к миру, я не думаю, что сейчас это сходит в реальные планы Запада. Может быть, они сейчас смотрят, изучают, думают, анализируют, но не более того. И, конечно, давать надо авиацию. Сначала дайте авиацию, а потом будем судить. Авиации нет. Авиации нет. Без авиации вести серьезные, широкомасштабные, наступательные действия трудно, невозможно практически. Поэтому требовать сейчас от украинцев выдающихся каких-то прорывных действий, но это было бы несправедливо. Вот, поэтому такая ситуация, она такая вот многогранна, замороз, слегка, так сказать, завязшая, подзавязшая. Хотя вокруг нее кипят серьезные страсти. Игорь Владимирович, доллар взлетает в Российской Федерации. На Мосбирже сегодня сообщили, что евро больше 110, доллар тоже перешагнул за сотню. И это вот в конце прошлой недели, с пятницы, ну прям такая топ-тема обсуждений. Все переживают, обсуждают и каким-то образом реагируют. Как вам кажется, зачем это сделано? Что это за процесс? И, ну все же помнят, август, да? Черный август 98-го. Он повторяется? Ну, в ослабленном варианте повторяется, конечно. И все, что тут делать? Ничего тут делать уже? Поздно пить боржоми, когда почки отвалились, да? Вот сейчас статистика поступила. Ну, она не сейчас поступила, мы это знали раньше. Сейчас ее просто облекли в уста института, там, какого-то изучения макроэкономики, что-то еще. Они посчитали и насчитали 247 или 243 миллиарда долларов, которые покинули Россия в 2022 году. Как что-то будет рубить стабильно? С чего? С какого перепугу? Санкции начали работать. Ну, серьезно. Отток капитала, чем могу? Четверть триллиона ушло. Четверть триллиона за год. Я помню какое-то послание президента Путина, когда еще был депутатом, то ли шестой год, то ли какой-то вот такой, но более-менее еще тогда. И вот тогда Путин выступает перед нами депутатами, там, члены Совета Федерации, говорит, ребят, ну, да, более корректно. Вы знаете, вот, мы посчитали, наши эксперты, ушло за рубеж в этом году 25 миллиардов долларов. Это же колоссальный удар по нашим темпам развития, это же колоссальный удар по нашим этим самым. Нам надо что-то с этим делать, нам надо изучать эту серьезную тему, чтобы не допускать таких масштабных, так сказать, такого масштабного оттока капитала, таких масштабных утечек капитала. А сейчас 250 миллиардов. И никто по этому поводу трех не вверх. 200, 40, 250 миллиардов. Четверть триллиона за год уходит из России. Институт считает, что это 13,7% ВВП, которое сознается в всей России. Включая вот этот ВВП военный, который там экономику не оживляет, он только из нее высасывает соки. Вот. И что мы хотим? Конечно, рубль будет вообще превращен в фантик. Рубль превращается в фантик. Ну, что, один рубль теперь равен одному центу. Даже еще, и что-то цен ты не купишь за рубль, потому что еще свободного оборота валюты нет. Как насчет свободный оборот валюты, потребностей, он и вдруг кто-то взлетит. Сейчас же никто его не покупает. Ну, в смысле, не то, что никто. Но потребность в доллары сейчас не такая, как была раньше. И в евро тоже. Почему? Потому что миллионы людей ездили за рубеж. Туристы, туристические поездки, шоппинги, фигоппинги и прочие, так сказать. А сейчас такой потребности в доллары и евро нет. А если вот сейчас будет? Вот, предположим, закончилась война, открыли границы. Ну, предположим. Гипотетическая ситуация. Понимаешь, что это не произойдет в один момент. Я думаю, 200 будет. 150, 170. Еще и не купишь. Все в очереди настоящее. Ты говоришь, а когда я сегодня написал твит на эту тему, написал, что это не только приговор экономики, но это еще и диагноз тяжелой болезни путинизма называется в России. Тяжелейшая болезнь, которая может привести очень легко к летальному исходу. Ну, смотрите, многие разбирались в причинах этого процесса. Но ведь это решение Путина не платить по госдолгу в валюте. А платить исключительно в рублях. Причем там очень интересная схема, что если там, ну, условно, держатель облигаций, ну, как правильно сказать, да, вот человек, который, там, бизнес или компания, или человек, который, как бы, дал в долг России доллары, да, вот ему принудительно откроют рублевый счет и перечислят ему в рублях. И все-таки для государства вот такой скачок доллара, говорят экономисты, выгодно. Ну, проще. Не, 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 ну что мы повторяем каких-то экономистов, которые, так сказать, сидят в государственных институтах и считают, как фантиками закрыть зарплаты, программы и так далее. Ну, мы же понимаем, что мы живем в реальном мире. Если национальная валюта падает, это значит, население беднеет, значит, экономика дряхнет. Ну, что там? Ну, хорошо, можно керингами расплачиваться, за буханку хлеба платить миллион. Можно и так. Можно и так вот такую, так сказать, курс установить. На самом деле, ведь девальвация, вернее, как это называется, господи, когда нули-то зачеркивают, процесс забыл, как это правильно называется, уже рубль подвергался вот этой вот процедуре. Убрались там эти нули. А теперь снова опять убирать. Нули-то все больше и больше. Все это может привести к тому, что там, как будто бы было в 20-е годы, там, конец, вот когда там, до НЭПа, даже, и, по-моему, еще при НЭПе тоже. Пока там золотую рубль не ввели, там, за миллионы этих керинг, или там чего, буханку хлеба можно было купить. Ну, вот мы к этому идем. Конечно, это деградация экономики, конечно, это резкий рост цен, ну, конечно, это обнищание дальнейшего населения, которого теперь будет легче на войну загонять вот этими посулами, заплатить выплаты подъемных. Такой подъемных еще не будет. Он сейчас какой-то там бунт, уж не помню, на какой-то там республике обещает приехать, потому что их кинули. Им не 600 тысяч заплатили, а 30 тысяч. Они пошли, так сказать, наниматься киллерами. Вот, поэтому падение национальной валюты ведет к обнищанию. И он, посмотри, что с Турцией творится. Да, и, ну, зато там смеются, говорят, теперь проще считать. Да, да, очень удобно. Умножаем на 100 или на 110. Да. О Турции хотел с вами поговорить. Сообщила сегодня турецкая пресса, что в ближайшие дни прям Путин приедет в Турцию. Будут обсуждать зерновую сделку, будут ее расширенный формат обсуждать. Но об этом позже. Примечательно, что это визит Путина, первый с начала войны, на территорию страны НАТО. Как вам кажется, что несет с собой этот визит, кроме, да, вот, всяких там разговоров о зерновой сделке, которая вот точно будет переформатирована? Состоится, не состоится? И, ну, вот такой показательный момент, личный приезд в Стамбул, в Анкару? Ну, давайте так, по-честному. Конечно, Турция страна НАТО, но Венгрия тоже член ЕС. Поэтому, да, как говорится, в семье не без Орбана. Вот, и Турция, конечно, страна НАТО, но мы понимаем, что у нее своя собственная игра. И Турция находится в серьезных противоречиях с рядом стран НАТО, включая главную страну Соединенных Штатов Америки. Поэтому ее членство НАТО, конечно, существует, и, безусловно, она там является строением. Но это все-таки больше относится к военным действиям, к военному блоку, к военным каким-то вопросам. Что касается политического строя, то мы видим авторитарный режим, который еще к тому же идет сейчас в вот эту вот догматику религиозную. Ничего хорошего из этого, как правило, не происходит. История намного примеров дает, когда государство, отходящее от светской идеологии, скатывается в макобесе. Вот поэтому тут можно совершенно четко сказать, что Турция, конечно, это очень сомнительный член НАТО. Поэтому, при том, что, наверное, какую-то позитивную роль Турции, безусловно, сейчас играет в этом вопросе, она является каким-то определенным элементом давления на Путина. Но, с другой стороны, Турция является транспортом, хабом России, логистическим хабом России. И много-много чего другое делает, для того, чтобы Россия не совсем оказалась в изоляции. Поэтому Путин может приехать в Турцию. Я вот давно говорил, я вот, так сказать, верю, риск для него там, риск минимальный. Он существует, но он минимальный. Ну, что? Диктаторы, диктаторы, авторитарные, руководители к авторитарным, они тянутся к другу, все там Китай, с которой мы начали. Конечно, Китай – авторитарная страна, идущая к тоталитаризму. Конечно, они понимают Путина лучше, чем другие правительства и страны. Потому что они сами, в значительной степени, такие. Или будут такими скоро. Вот, поэтому, ну, что можно сказать? Вот, да, профсоюз авторитарных руководителей. Я написал ответ, что я вообще считаю, что существует две формы правления. Авторитарные и генократические. А там дальше варианты, вкусовая разница, различия, надстройки какая-то. По сути дела, вот они авторитарные, а руководители, они все между собой шушукаются. Там степень испорченности авторитаризму разная. Тут уже совсем диктатор отмороженный, типа, как с северного этого Ина, или там Путина, или китайский Айтол, там, и так далее. Тот еще, на этом пути идет, там всякие диктатуры, авторитарные режимы. Ну, вот так они между собой, если шушукаются, между собой договариваются, между собой сотрудничают, между собой воюют. Разно бывает. Стамбул-2. Эрдоган добьется, чтобы был, скажем так, ну, этот формат повторен? Вы имеете формат этой конференции? Переговоров, потому что были заявления, что вот эту джиду, да, которую организовали саудиты, вторая серия вот будет тянуть на себя одеяло вот этих мирных контактов. Турция, причем Россию в этот раз, ну, если все удастся, да, и следующий этап переговоров «Всех со всеми», Россию будут приглашать? А на хрена? У меня хороший вопрос. А на хрена? Приглашают страну, которую вы признаете спонсором терроризма, Путин, который является международным преступником. Непонятная ситуация. Вот если мы действительно, я имею в виду западной коалиции Украины, мы действительно считаем Путин и военным преступником, вагнар преступной организации, которую создал Путин. Если мы считаем, что Россия спонсор терроризма, то о чем разговаривать можно? О чем вообще разговаривают с террористами? Об условиях сдачи. Об условиях прекращения преступной деятельности. Есть такие переговоры. Но я не вижу готовности Путина прекратить преступные действия. И сдаться. Поэтому поощрение только будет агрессора. Только поощрение его на дальнейшие действия. Да и дальше, и с тобой начнут разговаривать. Очень плохая тактика. И не надо думать, что там мировые лидеры умнее нас. Потому что мы прекрасно знаем массу примеров, когда были всем миром, допустим, серьезнейшие, грубейшие ошибки, стоившие жизни там десяткам, а иногда сотням миллионов людей. Ну, тут же Мюнхенское соглашение. Вот оно и, в общем-то, развязало руки ей. Показало, что он может все добиться от мира силой, жесткостью, жестокостью. Он может добиться от мира любых, любых уступок и любых решений. Но если хотят Путина сделать новым Гитлером, и сделать еще вместо Мюнхена 38, сделать НКРУ 23 или 24, я думаю, что этот формат должен быть другим. Вообще должен быть Тегеран 43. Вот Тегеран 43, а не Стамбул 23 или 24. Но это мое мнение. Я его буду отставить. Возникает вопрос. А как закончить, остановить войну без участия Российской Федерации? Добиться смену власти внутри России. Хороший способ. Радикальный, решать все вопросы. И дешевый. Ненужные сотни миллиардов и триллионы долларов. Дешевый, эффективный, хороший способ. Вы знаете, о дешевых способах много сейчас разговоров после слов Анжиа Дуды, что, мол, остановить российский империализм можно сейчас достаточно дешево, потому что американские военные не воюют. Это, собственно, его процитировала западная пресса. Нью-Йорк Таймс опубликовала цифру 150 тысяч потерь украинских военных. Ну, это они посчитали, это вот так вот они видят, хотя это, понятно, цифра неофициальная. Но 150 тысяч жизней, это же далеко не дешевый способ. Это способ не дешевый. Просто украинскую армию надо вооружить, как сказать, чтобы сократить потери. Я не знаю, 150, не 150, но то, что потери есть, они совершенно понятны. И задача Запада не считать потери украинских военных сил, а делать все для их сокращения. Потому что цинизм в ситуации, к сожалению, присутствует. Запад защищает демократию руками украинцев. Или жизнями украинцев. Так вот, понимая это, так сложилась ситуация, так легли карты, так развивается мировая история. И понимая это, надо дать Украине все, чтобы они могли сохранять жизнь своих солдат и офицеров, технологически происходить врага, иметь преимущество и в воздухе, и в ракетном, так сказать, вооружении, и в авиации, и в артиллерии, и в логистике, во всем. Вот надо сделать из украинской армии высокотехнологичную современную армию, сражаться она готова и умеет, а вот ей надо дать возможность это сделать. Да, придется руками украинцев, украинской армии устанавливать торжество демократии в мире, по крайней мере в этой войне. Другого варианта нет. Другого варианта нет. Все остальное страшнее, дороже, ненадежнее и так далее. Побеждать Путина на поле боя в Украине Другого варианта нет. Не существует. При этом, конечно, надо думать о том, как сделать так, чтобы власть в России сменилась. В этом сейчас никто не думает, никто ничего не делает. Ну, может, я что-то не знаю, но может, кто-то и делает, но вот по большому счету легально нет. Отсюда вот эти все там услуги. Давайте в Африке проведем конференцию по безопасности и окончании войны. Давайте в Жене проведем, а давайте теперь в Стамбуле проведем. В Вашингтоне надо проводить, или в Берлине, или на худой конец Парижа, прекрасный город. Надо проводить конференцию союзников, где определить и победу, как она должна быть, и какими усилиями достигнута, и судьбу послевоенной Европы, и судьбу России. Все это надо определять заранее. На берегу. А не ждать, когда прибегут посредники из Африки, из Азии, еще откуда-то. И будут предлагать свои услуги. Памятую, так сказать, о своих интересах в первую очередь. Геннадий Владимирович, а куда пропал Кадыров? Никуда он не пропал. Он приходит на экраны, какую-то пургу несет. Все у него хорошо, в отличие от нас с вами. В Кадырове все прекрасно. Ему не надо сейчас никуда высовываться. Зачем высовываться? У нас же видел, как он высовывался Пригожий. Где Пригожий? Вот. Поэтому Кадыров правильно. У него чутье, у него чуйка. Когда высовываться, когда не высовываться, когда вякать, когда на больничный. В этом смысле у него это единственная его способность выдающаяся, которая у него есть. Чутье, чувство опасности и конъюнктуры. Это самый большой талант Кадырова. Остальными он не наделен. Просто эта тишина, которая там исходит, оттуда сразу заставляет задуматься о неких кулуарных процессах, которые происходят в российской власти. По вашей информации, есть какие-то, скажем так, моменты, направленные против режима или по переформату существующих вещей и соотношений сил в Кремле? Ну, по моей информации, есть, но есть еще и ожидания. Что будет на фронте? А что будет? А вдруг там это, с Путиным начнут договариваться? А мы тут его решили сковорнуть, так сказать, рискуя собственную жизнь. А зачем? Там прагматики сидят, циники, я бы даже сказал. Вот они ждут, что на фронте будет. Как там будет наступление? Какие будут результаты? А вдруг российская армия все выдержит? А вдруг она там заморозит конфликт на неограниченное время? А вдруг западет с Путиным на переговоры. Что же им сейчас за год-то устраивать? Поэтому вот тут все связано. Одно с другой, как говорится, одно с другой цепляется. Позиция Запада дать возможность Украине победить. Вооружить всем, чем необходимо для этого. Позиция Запада и позиция Украины. Поражение Путина приведет к дестабилизации режима. Дестабилизация режима она рано или поздно кончится его крахом. Чем быстрее, тем лучше. Значит, нужен план этого. Нужен план формирования переходного периода. Нужен формирование плана переходного правительства. Нужен формирование плана, как бы так сказать, договоренностей на депутинизацию, где милитаризацию и так далее. Демократизацию России нужен план. Другого варианта нет. Все. Война, она все показала. Она показала безумие Кремля и неадекватность. Неспособность следовать каким-либо моральным, нравственным, юридическим нормам человечества. Ну, что мы хотим? Ну, хотите посадить за стол переговоров террориста? Ну, тогда, а что, зачем тогда Бен Ладен нагрохнули? Ну, сажали бы его за стол переговоров. Дорогой товарищ Бен Ладен, что ты хочешь? Давай мы тебе там кемскую волос дадим, давай мы тебе там, что тебе, денег, нужно оружие, что тебе еще? Зачем тогда проводить операцию против Бен Ладена? Если Путин худший террорист, чем Бен Ладен, Путин худший террорист, он еще в распоряжении государства для проведения террористических действий есть. Бен Ладена-то не было. Ну, его там поддерживали какие-то там силы поганые вот в ряде стран. Но в целом у него государства в распоряжении не было, а Путин и есть. Более опасный, более страшный, более жестокий террорист Путин, чем Бен Ладен. Бен Ладен там охотились, потом в конечном итоге убили. А с Путином хотят начать договариваться. Прекрасно? Замечательно. Геннадий Владимирович, Христо Грозьев говорит, что через полгода Прикожина убьют, ликвидируют. Институт изучения войны вообще выдал на гора интересную версию, что назад в Россию собирается Вагнер, хотя группировка только нарастает в Вагнере. Сейчас там есть снимки расширяющегося вот этого лагеря в поселке Цель. Также есть определенное размещение вагнеровцев уже туда, ближе к украинской границе. Ну и, понятно, основное сосредоточение это, конечно, граница Литвы, Польша. На ваш взгляд, вот что происходит в реальности? Потому что, ну, версии масса, что будет с Прикожиным, что вот там Лукашенко, мол, нечем кормить вагнеровцев, и он не собирается из госбюджета покрывать их расходы, поэтому отправляет назад в Россию, но это вообще смотрится как течайшая версия, потому что как их вернуть теперь уже в Россию? Они же должны исполнить некую миссию или не должны? Слушайте, конечно, тут все интересно, но это на бытовом уровне. А в принципе, если мы берем, так сказать, какое дело нормальным людям в Украине о судьбе вагнерса или там о судьбе Пригожина, да убьет и убьет, да хрен с ним. Чем быстрее убьет, тем лучше. Там же преступление куча совершил. У меня другой вопрос, такой с подковыркой очень серьезной. Вагнер признан миром организации террористической или нет? Ну, там как не миром, отдельными отдельными субъектами. Признан или не признан? Признан. Если вы признали эту организацию террористической, так чего вы по ней не шибанете в Африке, пока она там? Пока она там установит и поддержит власть диктатора. Пока там она база имеет. Ну, возьмите, шибаните. Вы шибанули по Бен Ладену, по его центрам, по его всем этим самым шибанули? Промолчал мир? Промолчал. На чьей территории там грохнули Бен Ладен? На территории Пакистана, по-моему. Пакистан возражал? Я не помню. Что сейчас церемонится? Вот там сейчас Францию там выдавливают вагнер. разжигает нервность французам. Она, к сожалению, есть. К сожалению, на это ведутся люди. Ну и что там, не шибануть по вагнеру? Будем ждать, когда она всех соберет на украинских границах? поэтому вот здесь, мне кажется, как-то нужно комплексный вопрос решать. Почему я говорю, что нужно общий план? И какие-то признания мира, признания мира там, России, вагнерцев, военными преступниками, Путина с его окружением. Чего? Чего процесс тормозился? Надо продолжать. Ну там, ох, вот Путин, вот так. А потом бах, и что-то не признали. Вроде хотели признать, а потом не признали. А что, Путин прекратил алистические действия? Похоже, что нет. Сколько сегодня там ракет летело, чтобы убить людей в Одессе? Калибров? Восемь так? Слава Богу, что сбили. Ну, 15 шахедов, да. 15 шахедов. Ну ладно, шахед легче сбывать, а калибры тяжело сбивать. Вот они туда залетели в твой гладь людей. Прямо на глазах всего мира. Какие действия, знаешь, вот юридические действия мира, какие? Соберемся еще раз в Джиге и поговорим со всеми. Ну, нет, это полезно, я согласен. Но помимо разговора в Джиге нужно еще что-то делать. Продолжать вот эту линию. Мы говорим, если вы хотите смены власти, раскол элит, а как вы их раскалываете? У вас все элиты одинаковые. И те, кто осуждает войну, и те, кто ее поддерживает. Ну, хотя бы одних назовите военными преступниками, чтобы другие боялись ими стать. Ну, подозреваемые военных преступлений, обоснованных. Ордера выпишите на их арест. За подозрения. Ну, выпишите им повестки, чтобы они явились в Международный суд для дачи показаний. Принудительный привод свидетелей. Ну, выпишите вот эти ордера. Что они делают-то? Ну, скажешь, что все поуходили. Так Путин в отпуск не уходит, он каждый день наносит туристические удары. Поэтому вопросов много. И по Вагнеру я думаю, что там нам копаться в этих деталях, куда их бросить, на какую подлянку, какие убийства, какие преступления. Это, в общем, конечно, интересная забава, но она на что не влияет. Вагнер, как подразделение, как личная армия Путина закончилась. Мы на этом можем смело поставить крест. А какие подразделения, где будут какие творить преступления, при каких обстоятельствах, это не очень интересно. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, напишите, что думаете вы. Видим, что Геннадий Владимирович сегодня не в том настроении, в котором вы пребывали раньше. Нет, вы просто раньше как говорили, вы просто раньше требовали от Запада неких плюшек для российских элит, чтобы они убрали Путина. Сейчас вы требуете жесткости по отношению Путина, чтобы убрали не из-за плюшек, а из-за стран. Нет. Одним плюшки или в обещании плюшек, а другим жесткости. А как вы хотите расколоть элит иначе? Одних под суд, под ордера, под розыск, а другим сказать, ребята, не хотите так, действуйте. А в другом нельзя. Я плюшки не исключаю. Политика кнута и пряника это по-русски, а у них в английском языке политика палки и морковки. Палка по голове, а там должна для кого-то быть морковка впереди. А кто отменял эту политику? Никто. Почему ее не проводит? А как вы хотите сменить власть в Москве? Что, украинские вооруженные силы пойдут в Москву? Нет. Байден туда пролетит со спецназом? Освобождать москвичей от Путина не пролетит. Значит, там внутри что-то должно произойти. А если вот палку и морковку, так сказать, или там кнутый пряник не используют, так ни хрена ничего и не будет. Да еще на фронте не дают возможность, так сказать, решительной победы одерживать авиацию не дают. Так мы с Путиным, так мы слона не продадим с такими действиями, так мы Путина не свернем. Ну, серьезно нужно думать. В жизни же вот Россию пригласим. Кого к Россию пригласить? Путина? В другую Россию пригласить? Вот объясним на пальцах. Что можно делать, а что нельзя? Что полезно, а что вредно? Что способствует окончанию войны, что препятствует? А если вы все знаете, тогда покажите на деле. Геннадий Владимирович, точку, чтобы поставить буквально как бы вы ответили в нескольких предложениях, почему россияне не бегут с украинского фронта? Вот много версий, мне интересно ваше. Подписываются под деньги. мобилизация за деньги идет, мобилизация же идет за деньги. Даже гробы не жалко никому видеть, потому что люди решили заработать, семье помочь, ипотеку закрыть, записались наемные келлеры, их там убили. Че жалеть-то? Даже это не вызывает никаких реакций. Поэтому сейчас все считают так, раз они пошли сами, значит, они сами пошли. А те, кто пошли сами, говорят, ну вот теперь чужие, раз пошли подписались, значит, надо зарабатывать эти деньги. Я объясняю это так. Я объясняю это так, потому что потери огромные. Число погибших большое, огромное. Во всю афганскую войну там общество бурлило, кипело, 15 тысяч потеряли за 10 лет. 15 тысяч за 10 лет афганской войны. Да, афганцы там гражданского кажется, мы там развязали гражданскую войну, они там друг другу пикало с матерью, по-моему, 2 миллиона жертв. Я могу ошибаться сейчас, но какие цифры есть. Ну, 15 тысяч потек за 10 лет. В автомобильных авариях в Советском Союзе погибало там 35 тысяч в год. А тут 15 тысяч за 10 лет. А сейчас посмотрите, что я не знаю, ну, тысяча, 200 тысяч, я думаю, что это цифра, которая, в общем-то, близка к истине. Потерь невозвратных Амедов, убитых, и по количеству такой степени, что посмотреть не на что. Наверное, даже и больше. Вот, поэтому, чего говорить, за деньги воюют, поэтому не бегут. На мой взгляд. Могу ошибаться, надо, вообще, честно говоря, не думал о этой проблеме, надо поспрашивать, почему не бегут. Да, Геннадий Гудков был моим собеседником сегодня. Геннадий Владимирович, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Наша кредит всегда. Как говорилось на Бендер. Да, друзья, берегите себя и друг друга. Увидимся обязательно. До скорого.